Алексей Ильич, добрый день. Добрый день. Спасибо вам большое за то, что предоставили нам такую уникальную возможность встретиться с вами, задать вопросы. Сегодня мы хотели бы пообщаться с вами о суевериях. Это явление, которое захлестнуло нашу жизнь и сейчас. Ну и надо полагать, что так было всегда. Люди обращали внимание на какие-то мелочи, и это очень многих беспокоит. Вот что такое суеверие, Алексей Ильич? Вы знаете, это слово употребляется, оказывается, очень во многих языках. И в частности, в греческом языке есть такое понятие – матеотис. Это как раз то, что переводится на славянский язык и на русский язык как суеверие. Это слово на греческом языке означает пустоту, призрачность, глупость. А в еврейском языке там это означает, так сказать, дым, какой-то пар, который легко рассеется, который ничего не значит, не имеет никакой своей сути. И то же самое говорит – глупость и обман. Мне кажется, вот эти языки, греческие в данном случае и еврейские языки, поскольку они – это языки священного писания, и именно о суете говорится в священном писании, то они очень хорошо передают нам суть этого, это явление. Оказывается, по своему содержанию это некая пустота и глупость. И даже, если говорить о еврейском языке, даже обман. В данном случае – самообман. Конечно. Вот что такое суеверие. Суетные – это никчёмные, это ничтожество, это пустота того, чего на самом деле нет. А человек придаёт этому значению, как будто бы чему-то существующему реально. И в результате он впадает в обман. В какой? Самообман. И наносит себе, естественно, вред. Заблуждается. Вот что такое суеверие. Вера суетным, суетным, ничтожным, не имеющим никакого значения и сути вещам. А почему суеверие называется грехом? Ведь это такая некая тоже страсть иногда. Ну, дело вот в чем. А что такое грех? Грех – это то, что вредит человеку. Вот, например, я возьму себе и отрублю парец. Будет грех. Или иголку. Это будет грех. Грех – это всё то, что вредит человеку. А представьте себе суеверие. Когда я себе начинаю верить, что чёрная кошка перебежала дорогу, и теперь не знаю, что со мной будет, или с пустым ведром там идёт, кто-то встретился. Человек, когда расстраивается, человек не знает, что делать, он весь в расстройстве. Вот это нарушается, нарушается всё его нормальная жизнь. Это, конечно же, потому это и грех. А есть ведь суеверие разного порядка. Ну, что, вот там Вологодский какой-то лжестарец говорил, если вы, крестясь, не дотянете свою руку до левого плеча, туда, сверху, сверху, то он останется сидеть там и будет вам нашёптывать на левое ухо. Да. Или в церкви, представляете? Ну, попробуйте передать через левое плечо. Ведь для многих всё шарахуется даже. До чего доходит? Представьте себе. Да. Есть это вещи, может быть, есть некоторые смешные, а есть, которые приводят людей к самым печальным просто выводам. Например, в одном монастыре там одна монахиня мне сказала, вот в этом году нам не удалось на крещение искупаться. А ведь, когда искупаешься, все грехи за год прощаются, очищаются. Человек очищает все грехи. Вы подумайте. И, кстати, эта глупость, Господи, разливается по нашей России матушке. И многие начинают обещать, надо искупаться, смыть грехи. Как легко. Искупался – всё в порядке. Ни покаяния, ни труда, ничего. Искупался. Да ещё, если мужичок после купания ещё стаканчик выпьет. Ну, просто красота. Да, вообще, православие – лучшая религия в мире. Алексей Ильич, а в этой связи вопрос, а как бороться с этим суеверием? Как вот с этой пустотой бороться? Как в неё не попасть? Я бы скажу так. Известен, в общем, известен закон нашей, я бы сказал, человеческой духовной жизни. Чем меньше веры в Бога, тем больше суеверий. Для человека, который верит, что без воли Божьей ничего не происходит, что в мире нет никаких случайностей, и что воли Божьей – это не просто то, что Бог захотел и сделал, а это есть то, что вполне соответствует моему человеческому духовному состоянию, и что Бог только как врач посылает нам наилучшие обстоятельства для того, чтобы мы опомнились. Тот, кто верит именно в Бога, для того, конечно, все эти суеверия, есть нечто иное, как чушь, пустота, и больше ничего. Вера в Бога нужна. Без этой веры, конечно, когда человек забывает о Боге, он начинает верить всякой вот этой вот ерунде. Язычество, кстати, на этом все и построено. Язычество – это и есть в конечном счете суеверие. Алексей Ильич, вот Вы упомянули отчасти про природу возникновения суеверия. А какая она вот в общем смысле – это природа? Это невежество отчасти, ну, необразованность? Потому что, ну, как иначе объяснить такой страх, передавать свечку через левое плечо или через правое плечо? Какие еще Вы видите причины, по которой зарождается вот этот вот опустошительный такой диагноз? Причины могут быть еще и другие, конечно. Иногда, Вы знаете, ведь бывает же совпадает действительно что-то. Перебежала черная кошка дорогу, человек шел, споткнулся и разбил себе коленку. Вот! Представляете? И, может, само совпадение-то вызвано тем, что человек поверил в эту черную кошку, потому и разбил себе нос или коленку. Но само по себе суеверие, вернее, совпадение этих вещей, оно укрепляет в нем веру. Вот. Это один тоже из таких фактов, которые присутствуют в нашей реальной жизни. Ну, а, может быть, самое главное заключается в том, что вера в Бога, знаешь, налагает на мою жизнь, я бы сказал, на ответственность перед своей совестью, перед верой в вечную жизнь, перед верой в то, что за гробом всё же это всё, что я делал здесь, в конечном счёте, всё это мне будет показано и пронесёт для меня, несёт действительное страдание, когда я делал что-то злое. В общем, вера в Бога – это ответственность, это труд, это необходимость понуждения себя. Здесь ничего не надо. Избегать – только избегать. Избегать того, чтобы не встретился, кто-то мне не перешёл дорогу. Бывают же случаи до смешного. Идёшь в двух, бежит со всей мочи. И при этом что? Ну, хорошо, я не перешёл тебе дорогу, а ты-то перешла мне. Значит, ты хочешь мне зла? Как же это понять? Об этом даже мысли нет. Вы слышите? Самый основной христианский принцип жизни – это принцип любви. В данном случае здесь просто выбрасывается полностью. Лишь мне было бы хорошо. Крестик валяется в храме на полу. Никто не поднимает. Никто не поднимает. Мне рассказывает сестра. Она говорит, ну, потом я взяла, взяла, подняла, и тут рядом недалеко окно было и положила. Крестик, говорит, посмотрел, моментально уже исчез. Потом только узнал, в чём дело. Оказывается, бросают крестик с тем, чтобы кто-то поднял и взял таким образом на себя какую-то там или болезнь, или неприятность, или, ну, бог знает что. Представляете, какая же суеверие становится зловерием. Кстати, один из ответов на почему суеверие – грех. Становится даже зловерием. Но в любом случае, суеверие, верить в суеверие не налагает на меня никакой моральной ответственности, ни перед чем. Никакие ни заповеди мы не нужны, ни о каких грехах можно не думать. И поэтому суеверие, конечно, гораздо легче. И, так сказать, ну, интуитивно уже человек гораздо скорее следует этому, нежели верить в Бога, где всё сопряжено с трудом. В этом основная причина, конечно. То есть для тех людей, Алексей Ильич, которые видят какой-то крестик или другой предмет в храме или на улице, просто такое заполнение своего сознания какими-то страхами неоправданными, неоправданными, это вот как раз и есть та самая суеверие, и нужно просто с этим решительно бороться. Объяснять надо. Я говорю, к сожалению, к сожалению, вы знаете, довольно часто приходится слышать и проповеди, объясняют историю праздника, объясняют, что такое свечка, что такое амбон. И очень мало, почти никогда не говорится о том, что существуют духовные законы жизни, нарушать, которые опасны для тебя, так же, как нарушить закон тяготения или закон температуры. Нельзя тебе, ты обожжёшься, ты слишком коричёшь, замёрзнешь, нельзя прыгать с десятого этажа. Есть законы, не Бог меня накажет, когда я прыгаю с пятого этажа, а закон тяготения. Так и в духовной жизни то же самое. Если ты желаешь кому-то зла, этим самым ты вонзаешь нож в своё тело. Вот, оказывается, какое дело. Какое? Завидуешь кому-то. Недаром человек, говорят, позеленел от зависти. А Василий Великий, говорит, и не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Даже так говорит. Оказывается, любой грех – это есть та рана, которую мы наносим себе. И вот в данном случае суеверие, суеверие, оно очень часто связано со зловерием. Да, и часто, и то есть и всегда наносит человеку вот этот вот урон, грех, рану, от которой надо, конечно же, стараться избежать. Но для этого нужно, увы, знать православие, что его суть не в правильном исполнении просто всех внешних требований церковных, а в том, чтобы бороться с своими дурными желаниями и влечениями, не лгать, не притворяться, не обманывать и так далее. Вот в чём суть православия-то. Дай мне сердце Твое, Сыне, говорит Господь, а не ноги и руки. А мы нет, готовы, руки и ноги. Алексей Ильич, вот магическое отношение к православным святыням это тоже очень распространенное явление, а то отчасти, кстати, вы уже сказали, упомянули об этом, да. На ваш взгляд, почему сейчас так сильно люди, даже с каким-то, вот в случае с крестиком, который вот вы рассказали, это был, присутствовал всё-таки некий страх. А почему наоборот, люди, которые вот видят какие-то православные святыни, ага, вот этот источник, там вот такой-то болезни, вот такая икона, ну вот здесь вот надо, вот квартиры нет, надо туда. Вот почему сейчас это получило такое широкое распространение? Ой, какой хороший вопрос! Действительно, сейчас, когда мы говорим о возрождении православия, и вдруг народ поражается таким суеверием. Как-то однажды на лекции, где-то на приходе, я грозно спросил, кому надо молиться от пьянства? Всех ответил, неупиваемые чаши. Я сказал правильно. Не вздумайте молиться перед Владимирской или Казанской или Иверской, Божьей Мать, иконой. Не поможет! Слышите? Все садыхи? Я говорю, неужели до чего мы дошли? Причина всё та же, о которой я уже сказал. Всё та же самая причина. Это же того же типа, это же легко, это гораздо легче, легче поставить свечку, заказать молебен, заказать там Акафис. Недаром же один из поэтов, Логову, кстати, написал же замечательные строки. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Действительно, я готов проделать сотни километров к неупиваемой чаше в этот монастырь, да, но чтобы воздержаться от лишней рюмки, ну, это уж слишком, конечно. Это бой с самим собой и самое трудное дело. Православие именно к этому призывает, к борьбе с своим ветхим человеком. А наш хитрый ум делает так, как делает водичка, которая бежит. Натыкается на камень, она обходит его и течёт дальше. Так и здесь. Мы натыкаемся на заповеди Божии и обходим их, и подменяем заповеди самого Бога, подменяем чем? Вот этими формальными вещами, то, что иудаизм называет субботой. Главное – исполни субботу. Вот эти правила. Исполнил – всё. Ты хорош. Вот, оказывается, какие вещи. Посмотрите, как даже святитель Феофан, как даже о паломничестве писал. Я как-то, мне прислал кто-то какой-то ролик об одном, на одном крестном ходе, где священник перед его началом объявил все те, а крестный ход большой расстояние, все те, кто дойдут до конца, всё, они получают полное отпущение всех грехов, которые совершили. Священник что делает? Правда, там идти что-то дня три, что ли, и трудный, трудный ход. Мне говорили, вы слышите, какие вещи? Оказывается, вот как очищение грехов, ни покаяния, ни исповедь, ни внимания к своей жизни, ни борьба с своим ветхим человеком, а вот ножками протопай. А вот я выписал из Феофана Затворника вот это насчёт паломничества. А в дороге-то и не заметишь, как окостенеешь. Сколько предметов налезет в голову, и пойдёт одна форма без силы и жизни. Не лучше ли вам отказаться от странствования, пишет он одной особе. В другом письме пишет, а в дороге чего не наберётесь, чего ненавидитесь и не наслушаетесь. Да, действительно, в храме человек стоит, и то мысли по всему свету бродят, а здесь, когда человек идёт, попробуй сосредоточься, ну, поют самые лучшие. Видите, как даже относился к паломничеству, кажется, хорошее дело, кажется, святое дело, а ну-ка загляни. Правда, он при этом пишет, чтобы, так сказать, быть объективным, для человека, который ещё почти ничего не знает, который не может вести никакой христианской жизни у себя, для этих людей подчас паломничество может помочь, хоть немножко, придя туда, так сказать, помолиться, может, поисповедаться, причаститься. Для таких людей, говорит он, ну что же, это может быть и полезно, а для уже человека, укреплённого в вере, говорит, это может явиться только причиной рассеянности. А вот наша масленица, посмотрите, что это такое? Во что превращается масленица? После божественной, литургии даже масличные гуляния, читаю я. Это объявляется где? На церковных страницах. Вспоминаешь историю русской церкви, как боролись наши подвижники, где-то, не помню, в каком месте, в какое время одного епископа даже убили за то, что он грозно обличал то распутство, которое начиналось на масленице. Ведь посмотрите сейчас, масленица входит, входит в нашу жизнь. Скоро мы вообще не разберёмся, где церковь, а где мир. Не поймёшь даже. И всё это под флагом чего? Какого-то миссионерства. Простите, какое же это миссионерство? Это, напротив, подрыв авторитета. Если вы видели действительно, что есть люди, которые готовятся к посту, и вот посмотрите, как себя ведут. Уже, уже начинают. А здесь происходит вот точно, точно наоборот. То есть, это уже язычество. И здесь, что же, что говорить об этом? Масленица это что такое? Языческое празднество, совершенно очевидное. Алексей Ильич, как бороться со страхами, которые, тем не менее, хотя отчасти вы тоже уже упомянули об этом, как бороться со страхами, которые возникают у людей, которые никак не могут их преодолеть. Вот они ходят в храм, они осознают, самое главное, эту проблему в себе, но никак не могут справиться. Приходят по себя на исповедь и говорят, я не могу с этим справиться. У меня есть определенный страх. Я очень боюсь. Страх чего? Страх того, что то или иное событие, которое происходит в жизни, как-то отразится на дальнейшей судьбе, скажем, моей. Страх того, что кошка черная перебежит, или страх того, что кто-то что-то там сказал, какой-то произойдет сглаз. Кто-то что-то сделал, кто-то кого-то похвалил, кто-то кого-то обругал, в конце концов. Как бороться с этими страхами, которые у людей тоже возникают и никак не проходят? Ну, Христос ответил, когда услышите и перечисляет те страшные вещи, которые грядут в человечество в конце истории. И Он говорит, когда услышите, то поднимите головы ваши. А это Он говорит, о каком времени, когда люди будут на салянском языке издыхать от страха грядущих бедствий. Уже сейчас очень многие уже страшатся. Христос предупредил, когда вы услышите, то есть вы, христиане, то поднимите, ибо приближается час нашей встречи. Встреча со Христом. Опять приходится повторить ту же самую фразу. Чем меньше у нас веры во Христа, тем больше у нас всяких не только суеверий, но и всяких страхов. Это совершенно естественное и закономерное явление. Кто меня может обидеть, когда со мной стоят, знаете, не знаю, великаны, защитники? Скажите. А никто, никого не боюсь. А тут со мной Господь Бог, а не кто-нибудь. Если есть эта вера, только эта вера, которой нужно все подогревать, тогда естественно у человека будет этот страх всё-таки отходить в сторону, так сказать, отступать от него. Это же чрезвычайно важно. Это напоминать себе. Вообще, вот как Игумен Никон Воробьёв писал очень хорошо, правильные мысли нужно не запрятывать в какой-то склад памяти, а постоянно напоминать их себе, возгревать их в себе, потому что они действительно согревают душу и помогают человеку в его жизни. Вот, оказывается, какой путь. Восклоните головы ваши. Ох, как интересно! Для современных людей, мне кажется, эти слова сейчас уже приобретают всё большую и большую значимость. Да. Алексей Ильич, от лица редакции портала «Православие.ру» хотим сказать вам большое спасибо за то, что ответили от лица зрителей и читателей нашего портала. И надеемся, что эта встреча будет не последняя. Спасибо вам за такую содержательную и очень полезную беседу. Спасибо, Господи! Всех вас тоже! И всех нас дам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»